Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о замечательном концертном альбоме группы Кино, которое увидел свет в 1996 году. Для многих киноманов группа Кино это прежде всего черный альбом, звезда по имени Солнце, концерт в Донецке, в Олимпийском. Проще говоря, это все то, что группа делала последние три года своего существования. А вот то кино, каким оно было до 1987 года, многими не воспринимается вообще. А есть и такие, которые называют откровенным шлаком все записи группы до альбома группа Крови. Но не будем уходить в сторону от темы сегодняшнего выпуска, поговорим мы об этом когда-нибудь потом. Как ни крути, невозможно отменить того факта, что в концертной дискографии коллектива есть много записей, предназначенных для тех, кто действительно в теме этой музыки, для истинных ценителей. Егор Летов, кстати, в свое время записывал свои альбомы в совершенно неслушабельном качестве для того, чтобы очистить свою аудиторию от левых, скажем так, слушателей. И оставить только тех, кто действительно понимал то, чем он занимается и с какой целью он это делает. Потому что зачастую люди ходят на рок-концерты, считают себя фанатами какого-либо музыкального коллектива. Когда они начинают рассказывать о своем кумире, о смысле его творчества, то становится ясно, что человек этот совершенно не понимает, что он слушает. И объяснять ему что-то бесполезно, потому что такие люди, как правило, уверены в своей правоте и слушать других просто не умеют. Да и бог с ними. Пускай и дальше пребывают в своих фантазиях. А мы поговорим с вами сегодня о такой замечательной записи, как концерт в рок-клубе 1. Этот исторический документ наглядно показывает нам, какой группа кино была беспрекрас. Как оно звучало без пафосных микрофонов, ревербераторов, без всяких наворотов и лучшайзеров. То есть кино, каким оно было на самом деле в середине своего творческого пути. Впервые я услышал эту запись, когда мне было лет 17. На момент покупки этой кассеты я честно не знал, что кино бывает еще и таким. К тому времени я уже затер до дыр кассеты с последними тремя альбомами группы. Та же участь постигла альбомы «Ночь», «45» и «Начальник Камчатки». И вот прихожу я в музыкальный магазин с целью купить какую-нибудь новенькую кассету группы кино. Подхожу к стеллажу и вижу несколько кассет. Мой взгляд тогда сразу приковал концерт в рок-клубе один. Там были и какие-то другие кассеты, но мне давно хотелось услышать, как кино звучит вживую. В общем, выбор мой был определен. Кассеты тогда стоили 25 рублей, а больше у меня и не было. Подхожу к продавцу, показываю свой выбор, ну и наученный горьким опытом требую проверки. Однажды я уже купил кассету «Песни» под гитару, а внутри лежал альбом «Начальник Камчатки». Всякое случалось в те времена в городе Тара. Как сейчас помню, продавец распаковывает кассету, вставляет ее в деку, нажимает кнопку «Пуск» и на весь магазин разносятся следующие звуки. Жаль, что сейчас невозможно совершить путешествие о времени еще раз посмотреть на реакцию людей, которые в тот день пришли за последними альбомами «Руки вверх» и «Мистера Кредо». Нужно было видеть их слегка растерянные, испуганные взгляды, ошарашенные лица. Я слышал, как они шептались за моей спиной. Ужас, как такое можно слушать, ну и прочая чепуха. Продавец нажал кнопку «Стопа» с невозмутимым видом заявил, что это акустика. Я вручил ему 25 рублей, забрал кассету и вышел из магазина, сопровождаемый удивленными взглядами. Слушая дома вечером вторую сторону этой кассеты, я думал о том, какой бы была реакция тех людей в магазине, если бы они услышали это. А еще помню, как я расхохотался, когда впервые увидел компакт-диск с этой записью. На обложке CD красовался стикер с надписью «Осторожно, только для коллекционеров». Ну, помимо забавных моментов, был один далеко не смешной. Это мой первый магнитофон. Что-то больше я себе тогда позволить не мог, ну и, честно говоря, был безумно рад тому, что имею. Я все время его протирал, чистил воспроизводящую головку, выставлял ее азимут, подгонял скорость воспроизведения записи. И вот однажды во время этих моих манипуляций за спиной играл мой двоюродный брат. Ему тогда было года три. Я почистил магнитофон, вставил кассету, и из динамика заиграла песня «Жизнь в стеклах витрин». В какой-то момент я оборачиваюсь, посмотрев, что делает брат, и вижу, что он плачет. Когда я стал выяснять причину этого, оказалось, что он просто испугался этих звуков. Потом долго пришлось его успокаивать. Да, что и говорить, а запись эта действительно для тех, кто в теме. И знакомить неподготовленного слушателя с группой кино с нее точно не стоит. Ну вот, лично мне она очень понравилась сразу. Были времена, когда я слушал эту кассету день и ночь. Мне было интересно то, насколько живое кино отличалось от студийного. Каспарян, пытающийся победить свою расстроенную музиму. Цой, будто пытающийся перекричать всю звукоусилительную аппаратуру сразу. Игра Густава, которую практически не слышно. Вытягивал группу на тех концертах только бас Александра Титова. Да и его через самодельный ламповый комбоусилитель было практически не слышно. Концертный аппарат в те времена был не ахти. В рок-клубе звуком занимались полнейшие уроды. Вообще ничего не рубящее в звуке. Когда я к ним подходил и пытался что-то сказать, они говорили, уйди, гандон, ты вообще ничего не понимаешь. Вообще кто ты такой? Это мы тут? А ты-то кто? Ты в своем говне там сидишь, говно пишешь и все, пошел нахуй. Когда я уже записал три альбома кино и попросил Осипова, дай я посижу, сделаю хоть звук сейчас, валушите на ручках у меня. Просто грубо чуть-нибудь по морде дал. Это только предложение сделать звук группе, где я знаю каждую ноту соло, где я знаю, где нужно выделить это все. А меня просто не пустили. Несмотря на то, что весной 1984 года группа успешно репетировала с новым басистом, готовясь к очередному фестивалю Ленинградского рок-клуба, прослушивание она проходит с трудом. Александр Титов вспоминает, что группа просто не складывалась. Времени на то, чтобы придумывать новые аранжировки, просто не было. И его задача была буквально на ходу как-то все это слепить вокруг живого материала. В назначенный день группа прибыла в рок-клуб для того, чтобы отыграть короткую программу перед отборочной комиссией. Но из-за дикой спешки и слабой подготовки кино почти не удостоилось внимания комиссии, и в итоге ему было отказано в выступлении на фестивале. По воспоминаниям Марьяны и без того молчаливый Цой на два дня потерял дар речи. Были подняты всевозможные связи, и в итоге, благодаря участию БГ и звонку Троицкого из Москвы, группу допустили к фестивалю. Фестиваль 1984 года имел некий патриотический девиз, связанный с борьбой за мир, и каждый из участников должен был исполнить песню советского композитора, соответствующую этому девизу. Цою эта идея не понравилась. Он наотрез отказался петь чужие песни, и в итоге специально для этого в фестивале написал песню «Безъядерная зона», которая стала главным его открытием. Данная композиция настолько понравилась жюри, что они решили открыть ей фестиваль в сольном исполнении Цоя, а саму группу поставить в самый конец, что по тем временам было большой привилегией. В итоге «Безъядерная зона» была признана лучшей антивоенной песней фестиваля 1984, группа получила звание лауреата, а представители Ленинградского оптико-механического объединения наградили группу специальным призом, каким именно история умалчивает. Выступление же на третьем фестивале 1985 года запомнилось публике тем, что Цой, насмотревшись у Лепницкого видеокассет с выступлениями западных рок-групп, вышел на сцену без гитары. И во время исполнения песен танцевал и плавно передвигался по сцене. Гитара Григория Сологуба «Елана» и «Рис» появилась в его руках лишь во время исполнения песен «Безъядерная зона» и «Ночь», что в итоге повлекло за собой критику публики. Но, тем не менее, по итогам фестиваля кино получило звание лауреата и специальный приз за артистизм. Данный концертный альбом включает в себе две записи. Концерт группы кино на третьем фестивале Ленинградского рок-клуба 1985 года и часть концерта со второго фестиваля 1984 года. Кстати, на CD издавалась версия концерта 1985 года с укороченным вступлением, в то время как на кассете концерт был полным. И опять же, качество саунда на кассете было куда выше, чем на CD. Фотография, которую использовали для оформления обложки данного альбома, сделана в Ленинграде в 1985 году по волоградским фотографам Едыге Неязовым. Этот снимок Неязов сделал во дворе по шпалерной 24, где жил Тимур Новиков. Место для съемок было выбрано случайно. Фотографу бросилась в глаза надпись «Кино, сделанное на стене поклонниками группы». В те годы Тимур Новиков устроил в своей коммунальной квартире подпольную картинную галерею Асса, где тусовалась вся питерская богема. В 1986 году в этом же дворе группа кино снимала два своих клипа на песни «Видели ночь» и «Фильмы». Первое издание данного концертного альбома увидело свет в 1996 году на лейбле «Moros Records». Выходило оно на двойном компакт-диске, а также на двух отдельных CD. Вторым был диск с записью концерта 1986 года, записанном на дне рождения Кости Кинчева. Данное здание выходило также и на двух компакт-кассетах. В этом же 1996 году данный релиз выходил на кассетах в Литве. Украинские издания увидели свет в 1999 и 2002 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и собственно сам «Moros Records» переиздал его альбом на CD в 1998 и в 2001 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok